Приветствую, дамы и господа. Давайте рассмотрим закон 572 ФСЗ. Мне здесь прислали смс из Мирбанка. То есть в самом законе 24-27 статей. Долго читать его. Ну вот если смотреть смс по закону 572 ФСЗ 29-12-22, банк передаст биометрические данные введенную биометрическую систему. Преизойдет через 30 дней и не повлияет на обслуживание в банке, а доступ к государственным сервисам будет упрощен. Ну давайте посмотрим, что вообще оно обозначает вот это вот, вот это, послание. Сначала на руну. Солнце всех высветит. Руна Солнце, видите, прольет, прольет, значит, на все теневые. То есть как оно, сейчас здесь могут убивать дракунище, змеющую. Змеющую солнцу убьет. Змея, видите, как она ее, гидра-то какая здесь. Ладно, это не столь важно, а Руна Солнце. Давайте смотрим на Оракуле, что оно, к чему оно приведет. Ну, то есть это какое-то богатство и сила. Так. Ну, теперь на картах посмотрим. Карты покажите, пожалуйста. А, во-первых, мы зададим им один вопрос. Можно ли сейчас посмотреть этот закон? Да, да, можно. На картах. Срезаем. Так, и так, смотрите. Что здесь, это интересная жерстовая такая карта. По семерке охрана охраняет. Вот видите, вроде как его это атакует. Ну, чисто в таком, в ментальном плане. И он обороняется. И... А вот здесь вот очень интересная пятерочка. Мечи. Ну что? Это какая-то борьба. Так, смотрим первый срез. Раз, два, три, четыре. Ну, оборона своих этих рубежей. Отчаянно. Ну, то есть, какая-то борьба. Человек сопротивляется. Отмнимые угрозы. Здесь же по восьмерке. Чаш. Уход. Уход вообще. То есть, оставление всего-всего. Уход. И тут же присутствует пентакливый король. Все это связано с деньгами. И известие. Известие какой денежный. Паша, небольшие деньги. Ну, я так думаю, что здесь просто это сопротивление к уходу. К уходу. Каких-то денег. Так. А что на дне-то? Нищета. Это ждет убийство. Геометрические данные. Паш. Жезлов. И девятка. Пентакли. Да. То есть, деньги тут все завязаны. Но в основном это будет нищета какая-то. Дальше смотрим, какие здесь тайны мадридского двора этого закона. Пятерка. Пятерка мечей. Иллюзии. Какой-то человек. И тайны мазанского ордена. Но сейчас мы это рассмотрим. Здесь много будет очень иллюзий. Очень много этих иллюзий о законе. И к тому же, то есть, военные действия какие-то связанные. Связанные, да? И здесь человек такой благоприятный. Здесь все это решается на уровне работы трех черных. Пентакли. Символика масонского замка. Сила. Ну, естественно, по юстиции на днище. Тайна. И император. Далее там будет какая-то звезда надежды. Ну, достаточно серьезный. Император. Император. То есть, это дно император с тайной. И по закону. Берет свой потенциал, съел волшебную палочку. Ну, здесь карты. Допустим, да? Две колоды мы вскрыли. Два дна. Но здесь карты какие можно рассмотреть? Принципиально здесь ни одного старшего аркана. В таком раскладе среза нет. Что мы смотрим? Давайте посмотрим, что меня интересует. Вот этот вот король. Пентакли. Что он все? Ну, то, что уход, это все понятно. Так, это будет какая-то волшебная сила. Все будут подвешены. И все будут в фобиях, страхах. Очень много фобий и страхов по нему. Так, что здесь у нас? Попажу-то, что будет? Опять сила. Прямая. Ну, такой выбор дорог. Недолго посаженное дерево. Будет ждать своего профита, но долго по силе. Иллюзия. Иллюзия, что обозначает. Ну, трансформация смерть. Разбитая корыта. И король будет с кубков. Вот здесь богатый человек с кубками. Тройка. Очень быстро будут действовать они. С ядом, с королевой чаш. Шут, дурак. Обнуление, хаос. То есть, это к какому-то хаосу, во всяком случае, может привести. Ну, принципиально здесь, в общем-то, я не вижу. Никаких угроз. Ну, сейчас я посмотрю, что дурак здесь и иллюзия. Иллюзия, да. То есть, они передают биометрические данные, да, куда-то там, в единый центр. Будут манипуляции. Передачи биометрических данных. То есть, ну, допустим, так. Вот сидишь там какой-то в центре этот какой-нибудь, допустим, человек. А у него под рукой все биометрические данные, да. Он скажет, а дай-ка я сейчас это воспользуюсь ими и приватизирую. Да, мир соглашается. Может ли быть такое? Сразу две карты. Да, воровство по королю жертву. Угу. Да. Да, императрица, да. Возможно такое. И это будет законно. Возможно. Видите-ка. Ну, как-то странно, да. С биометрическими данными. Сбербанк прислал. Короче. Держите деньги в сберегательной кассе. В банке. Желательно это, да. Банка должна быть герметичная. Всех благ, профита. Леонид.